Жилищно-коммунальная сфера городского округа Люберцы готова к осенне-зимнему отопительному периоду на 100%. Подача тепла начата с 1 сентября. Батареи нагрели в школах, детских садах, больницах и других социальных объектах. Котельная номер 421 в Малаховке пока работает в полсилы. Идет замена оборудования. Подробности в следующем материале. На территории объекта два котельных блока. Старый и новый. Последний построили в 2020 году, чтобы снять дефицит мощности. В ремонте блок не нуждается. Три котла работают без сбоев. Я помню, три года назад не хватало мощностей. Если это была котельная чуть больше 10 гигг. Расход был порядка 19. То есть мы в 2020 году провели реконструкцию котельной. И вот на сегодняшний день мощность котельной более 20 гигг, а потребляемая порядка 19. То есть у нас даже есть запас. Новый блок построили для микрорайона МЭС. Сейчас он работает в водогрейном режиме. Греет воду для хозяйственных нужд. Старая котельная построена в 1968 году. Здесь основной фронт подготовительных работ. Коллектив. Два оператора, дежурный слесарь и старший мастер. На данном объекте проведены работы по обслуживанию насосного оборудования, запорной арматуры. Проведены работы по прочистке теплообменного оборудования. В настоящий момент заканчиваются работы по замене диаэраторного бака. Котельная, как говорят коммунальщики, квартальная. Обеспечивает теплом 62 многоквартирных дома Малаховки и 5 социальных объектов. На других котельных, расположенных в поселке, все ремонтные работы завершены. Первое тепло подали 1 сентября. Мы подключили дом ребенка, центральная 12, ЦДКС, клинический санаторий на колене 29. Потом, значит, четвертого мы подсоединили школу 48-ю. Седьмого подключили новую школу, которая находится на Пионерской, 19. Замена диаэраторного бака, который необходим для удаления кислорода и щелочи из воды, и другие работы завершатся в течение 10 дней, прогнозируют коммунальщики. Потом котельная заработает в полном объеме.